Привет! Меня зовут Ульяна, и если вы помните, в начале года я была такая вся немножко депрессивная, но пришла весна, и настроение моё улучшилось очень сильно и очень заметно, и как-то на волне этого улучшенного настроения я позволила себе немного пополнить свои книжные полки, даже не дождавшись Библионочи. Если вы не знаете, Библионочи это такая замечательная штучка, которая происходит 22 апреля, куча мероприятий в разных городах, куча мероприятий онлайн, в интернет-магазинах, так, например, Лабиринт даже устраивает, по-моему, самые большие скидки, около 30% или что-то такое, на протяжении целой недели, но я, честно говоря, этого не дождалась, и если вы тоже не можете дождаться, то вы найдёте интересный и крайне радующий код на скидку внизу в описании. Если вы тоже не дождались Библионочи и уже успели купить что-нибудь интересное, то обязательно пишите об этом в комментариях, ну а мы начинаем. Что я хочу вам сегодня показать, это огромное количество книг, которые были приобретены мной этой весной. Некоторые из них вы уже, на самом деле, видели на моём канале, так, например, Фрэнсис Хардинг, Fly by Night, я, наконец-то, добралась до печатного издания. Помимо этого, я также заполучила себе те книги, которые я показывала в своём видео про книжные новинки, это Сесилия Ахерн, книга про дорожное движение, новая Зайла, Наконец-то, наконец-то, друзья мои, наконец-то, вышедшая фанатка Rainbow Rowell и прочие подобные книги. Если вы ещё не смотрели это видео, то вы найдёте ссылку на него внизу в описании. Куча всего интересного вышла этой весной, что меня не может не радовать и добавляет дополнительный заряд бодрости и вдохновения, скажем так. Но если продолжать тему того, чем я пополнила свои книжные полки этой весной, то тут стопочка тоже не меньше того, что я показывала вам раньше. Первое, что я хочу вам показать, это Эл Ригби, завтра нас похоронят. Если вы помните, я уже показывала вам ранее крылья из этой же серии онлайн-бестселлер. Мне очень нравится задумка этой серии, выбирать какие-то интересные произведения онлайн и издавать их. Помимо этого, также в январе этого года или в феврале я показывала вам другие книжные новинки, которые я ожидаю, и среди них была Ася Казанцева, которую я также, наконец-то, заполучила в печатном виде. В этой книге приведены какие-то научные исследования спорных вопросов, даже на обложке нарисованы всякие маленькие картиночки с надписями вроде «Надо есть натуральное», «Если Бога нет, то всё позволено», «Пропаганда сделает вашего сына геем» и так далее. Прочие подобные штуки, например, даже про то, что мясо вредно для здоровья. Следующая книга, которую я купила, это «Архан Памук» и его имя мне красный. Про эту книгу в первый раз я узнала из видео про книжные обложки и дизайн, которые я смотрела на CETOX, и мне очень захотелось найти её на русском языке, но как-то мне не попадались. Нормальные издания, вообще не было изданий в продаже. Пока Касё Гасанов, который не показал мне эту книгу, я поняла, что, блин, я очень странно эту книгу искала, почему я не видела, что есть новые издания в твёрдой и в мягкой обложке. Я купила в мягкой обложке, потому что носить удобнее, и, честно говоря, очень хочется скорее прочитать. Следующая книга, которую я купила, но книга, которая мне в некотором роде же зачаровала, потому что я заплатила пять сотен рублей за вот это. Я думала, что это нормальная, большая книга, полный формат, но Манванов и Фербер с своими потрясающими красочными фотографиями в Инстаграме решили надо мной подшутить, и Новый год прокрастинатора стал моим новогодним разочарованием, потому что, честно говоря, в книге очень мало текста, и платить столько же денег, сколько я бы заплатила за обычное издание, немножко печально, немножко. Немножко печально. Дальше у меня идет еще одна стопочка радующих меня вещей. Итак, что же у меня сейчас в руках? Когда здесь была Марни Джоан Робинсон. Я очень сильно захотела эту книгу после того, как прочитала, что ее вроде как рекомендуют Хаяо Миядзаки, и этого, на самом деле, хватило для того, чтобы мне захотелось эту книгу заполучить. Это подростковая книга, история о дружбе, история о взаимоотношениях людей, и тут даже наобороте написано, что эта книга заняла 18 место в списке из 50 детских книг, которые Хаяо Миядзаки рекомендовал к обязательному прочтению. Так что я, пожалуй, послушаю его рекомендацию и когда-нибудь до нее доберусь. Следующая книга, которую я хочу вам показать, если вы знаете, я собираю в некотором роде виноватую серию, то есть это вот эти книжки вроде Виновата ложь, Виновата море и прочие виноватые штуки, но недавно в Виноватой серии вышла книга, которая называется Виновата тайна, и что отличает эту книгу от всего остального, она написана русским автором и является книгой, которая попала в шорт-лист литературной премии рукописью года. Обычная девочка в обычном классе, как бы не так. Для выживания в новом классе требуется школьная форма советских времен одна штука, кнопочный мобильный телефон одна штука, сарказм в неограниченном количестве. После фразы про сарказм я сдалась и поняла, что надо ознакомиться, потому что это что-то необычное, и, как вам известно, я к русской и современной литературе начала относиться более-менее спокойно, поэтому, возможно, и в Виноватой серии появится что-нибудь интересное от наших авторов. Следующая книга, это книга, которую вы уже видели, если вы очень давно смотрите «Машу Новосад». По-моему, в одном из видео первого года Маши новосуществования на YouTube она показывала подарки Паше, если я не ошибаюсь. В общем, она показала там книгу «Звездные войны» по Шекспиру, и эти книги начали издавать на русском языке, что меня не может не радовать, потому что это, по-моему, очень крутая идея, такая для фанатов серии, и, в принципе, очень интересно, потрясающее оформление, очень красиво выглядит, такое прям-таки как подарочное издание. И также еще три книги, которые меня тоже очень радуют. Я, по-моему, два года назад показывала вот эту книгу, только американское издание, и вот эти 12 историй о настоящей любви с авторством Гейл Форман, Дженни Хан, Холли Блэк и других наконец-то появились на русском языке, к сожалению, не перед Новым годом, а весной этого года, хотя перед Новым годом, мне кажется, это был вообще просто шикарный подарок. В любом случае, милые, трогательные истории, которые ждут вас на полках российских книжных и интернет-книжных магазинов. Загнула. Ну и последние две книги, последние две книги, последние две книги, это две книги Дженнифер Арминтроуд, потому что Дженнифер Арминтроуд это мой фаворит величайший прошлого года, но у меня по-прежнему не было до недавнего времени последней части, заключительной части из серии про Лаксенов, и также у меня не было новой книги из красной ленточной серии, которая называется «Будь со мной» с конями на обложке. Как-то у меня руки не дохотели ни до прочтения, ни до приобретения, и теперь они наконец-то со мной, что меня не может не радовать. Наконец-то я дочитаю серию про Лаксенов, потому что сейчас ее читает моя сестра, и она находится просто в диком восторге. Вот такое у меня сегодня получилось видео, не забывайте про «Библию ночь» и про код со скидкой, который вы можете найти внизу в описании. Расскажите мне, что вы купили такого интересного, и покупаете ли вы в последнее время книги, радует ли это вас, что вас вообще сейчас радует этой весной. Куча полезных ссылок, все интересное вы найдете внизу в описании, но я с вами прощаюсь, до скорой встречи. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!